Добрый день, с вами Настя. Это рубрика «Картаво искусствоведение», где кратко и простыми словами рассказываю о шедеврах мировой культуры. Сегодняшний выпуск посвящен памятнику, что был поставлен в честь известнейшего русского поэта. По этой причине я хочу начать выпуск с поэзии. О, сколько нам открытий чудных поэта Спушкин подарил. А мог бы даже еще больше, коль не стрелялся б и за баб. А если вам удобнее читать, а не слушать 10-минутные потоки грассирования, то милости просим на страницу проекта «Культурал» в Яндекс.Зене. Все то же самое, только текстом. Предупреждаю сразу, что этот ролик не будет полон описаний любовных похождений, потому что про Александра Сергеевича вы и без меня все знаете. А товарищ Апикушин не отличился подобными донжуанскими похождениями. Как мчался с Гуськиной Евдотьей Ивановной, так и прожил с ней всю жизнь. Респект. Но все-таки отдельные страницы жизни скульптора упомянуть стоит. Александр Михайлович Апикушин родился в семье крепостных крестьян в 1838 году. Отец его был специалистом по лепным работам. Обучал этому искусству сына. С разрешения помещицы отправил того учиться в Петербург, в рисовальную школу императорского общества поощрения художников. Способный юноша окончил трехгодовые курсы за два года. Впоследствии поступил на работу в мастерской Йенсена, на тот момент известного скульптора. А для продолжения учебы в Императорской академии художеств Апикушину пришлось выкупиться из крепостного сословия за 500 рублей. А 500 рублей по тем временам это большая сумма. За 30 рублей можно было купить дойную корову. Для тех, кто не связан с животноводством и не гуглил от скуки, сколько стоит корова, подскажу. На данный момент средний курс стоимости коровы на бирже составляет 100 тысяч рублей. Казалось бы, что сделка была не совсем выгодной в долгосрочной перспективе, потому что через три года после получения Апикушина вольной крепостное право было отменено. Но все не так однозначно. Ему все равно пришлось бы отбывать барщину или платить оброк. В 1862 году Апикушин получает малую серебряную медаль за барельеф «Ангелы, возвещавшие пастухам Рождество Христово». К сожалению, этот барельеф не сохранился, как и большая часть работ мастера. Но к этому вопросу мы вернемся позже. Благодаря этой награде юный скульптор получил приглашение на изготовление монумента Тысячелетия России. Точнее, на изготовление одной из его частей – это фигуры Петра Первого. Интересный факт. Если вы застали начало двухтысячных, то вид этого памятника вам знаком. Даже если его название вы слышите впервые и Великий Ногвард никогда не посещали. А все потому, что монумент Тысячелетия России был расположен на выпускавшейся тогда пятерублевой банкноте. Итак, 1860 год. В Камбодже обнаружили Анкотвард, родился Чехов, умер Шопенгауэр, Аврам Линкель становится шестнадцатым президентом США. И в это время в Санкт-Петербурге выпускники Царскосельского лицея собрались и такие «Хм, давайте соберем денег и закажем памятник Александру Сергеевичу». А то еще Жуковский собирался, хотел его поставить, но император что-то Пушкина недолюбливал. Непонятно почему. И император такой «Ну ладно, ставьте, только деньги сами собирайте, а то что-то я вашего Пушкина недолюбливаю». Ну все, руки пожали, планировали собрать 30 тысяч рублей, заказать памятник не дороже 60, а в итоге собрали 130 тысяч рублей. Далее объявили в конкурс, что нужно принести восковую уменьшенную копию будущего памятника. Участие приняли практически все скульпторы Российской империи. На экране представлены несколько эскизов, участвовавших в конкурсе. И довольно интересным, мне кажется, вариант Ивана Николаевича Шрёдера, либо Шрёдера. Информации расходятся. Здесь Александр Сергеевич Пушкин представлен в тоге и со свитком в руках, как третий друг Минина и Пожарского. В общем, классический образец классицизма. Уж извините за тавтологию. Но жюри этот вариант был отвергнут, потому что на тот момент классицизм с его калькой античности уже успел всем поднадоесть. Но как же была удивлена общественность и остальные участники конкурса, когда победил проект еще малоизвестного Апикушина. Давайте же рассмотрим его работу поближе. Скульптура отлита из бронзы. Высота вместе с пьедесталом 11 метров. Если мы сравним памятник с конкурсным эскизом, то заметим, что форма пьедестала отличается. Цилиндрическая заменена на трапециевидную форму. Вообще, на этом пьедестале есть очень интересная изюминка. Одна из надписей на памятнике содержит цитату из стихотворения «Памятник». «И долго буду тем народу я любезен, что чувства добрые я лирой пробуждал». Но это было не то, что написал Пушкин. Пушкин написал «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Исправлена строка была по той причине, что так будет лучше звучать. Сначала, пожалуйста, прочувствуйте весь бред ситуации, а теперь объясняю. Стихотворение «Памятник» подверглось цензуре со стороны Жуковского при публикации. Он заменил, что «в мой жестокий век восславил я свободу» на политически нейтральное, что «прелестью живой» стихов я был полезен. В 15-й строке. А потому пришлось менять 13-ю строку для сохранения рифмы. В 1930-х годах, во время реставрации, надпись была изменена на пушкинский вариант. С другой стороны, пьедестала надпись «Сооружен в 1880 году». Возможно, вы не поверите, но в этом году, в июне, монументы соорудили. Хотели раньше на 100-летие лицея в 1879 году, но сломали часть пьедестала, поэтому пришлось переделывать. Потом хотели открывать 26 мая 1880-го, в день рождения поэта, но скончалась императрица Мария Александровна, поэтому пришлось подождать. Трава все-таки. В итоге памятник был поставлен 6 июня 1880 года на Страстной площади. Сейчас она называется, вы не поверите, Пушкинской. Скульптура является монументальной. Пушкин изображен в сюртуке, в плаще, со шляпой за спиной в левой руке. Вынаваемый бакенбард и профиль также на месте. Окружающий памятник, чугунные фонари также являются частью композиции. Статуя выполнена стиль реализма. Образ и одежда Пушкина соответствуют той эпохе, в которой он проживал. Поэтому статуя не дает нам никаких предпосылок для теории заговора. Например, что Пушкин был римским путешественником во времени, а Дантест был сотрудником отдела по борьбе с временными аномалиями. Вернусь к тому, что большая часть работ Александра Михайловича Апекушина не сохранилась до наших дней. 14 апреля 1918 года в известиях был опубликован декрет Совета народных комиссаров, называвшийся «О снятии памятников, возвихнутых в честь царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Ну и что? Ну и все. Но при этом проклятые большевики не стали трогать памятники выдающимся деятелям культуры. Поэтому памятник Пушкину стоит до сих пор. А вот памятники Александру Второму и Третьему все под снос. Памятник Муравьеву-Амурскому, самый высокий дореволюционный монумент, кстати, высотой 16 метров, а это больше трех Давидов, тоже пошел под снос. Что я испытываю дома об этом? Наверное, такие же печали и недоумения, как при мыслях об Александрийской библиотеке. уничтожены или христианами, или варварами, или мусульманами. Время в итоге похоронит все, и все известные скульптуры, и картины, и цивилизации, и нас с вами. Давайте не будем ему в этом помогать, а будем сохранять и приумножать. С вами была Кротовая искусствоведня. Всего доброго, до новых встреч!